Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами вместе будем делать ароматизированное вино вермут. Видео будет очень подробным. Я постараюсь максимально осветить все нюансы, все вопросы и все отклонения от стандартного процесса. Поэтому, пожалуйста, наберитесь терпения. И еще, что очень важно, приготовление вермута, процесс приготовления вермута, он тоже достаточно длительный. Поэтому терпение вам пригодится вдвойне. И еще, перед тем, как мы начнем, я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает, кто меня поддерживает морально, кто меня поддерживает материально. Большое вам спасибо. Для меня на самом деле это очень много значит. Приготовление вермута поможет нам не только получить вкусное, приятное, ароматное вино, но и в том числе поможет нам, скажем так, скрыть недостатки вин, которые у нас не очень хорошо получились. Идеальны для вермута будут и идеальные вина для переработки вермута. Те, которые получились слабо ароматные, те, которые по какой-то причине, например, потеряли свой цвет, такое иногда бывает. Вина плоские, которые вот такие получились совсем пресные. Вина, в которые вы пересыпали сахар, и это получилось нечто супер сладкое, мы теперь не знаем, что с этим делать. То есть все эти вина для вермута будут очень хороши. Также очень хорошо для переработки на вермут вторичные вина, те, которые мы делаем на жмыхе. Да, они могут проигрывать во вкусе, в аромате, в кислотности. А вот если мы их переделаем в вермут, будет самое то. У меня, кстати, вот желтенькое, это вторичное вино, там, где я немножечко пожадничала. Вот оно получилось вроде чуть ароматное, но чего-то ему не хватает. Вот такое оно плосковатое, для вермута идеальный вариант. Ну, если вам повезло, у вас нет вторичных вин, у вас нет каких-то вот таких вот, не совсем удачных вин, у вас есть хорошее вино, и вы хотите сделать из него вермут, это тоже возможно и можно. Вино должно быть осветленное, оно должно быть прозрачное, и литературные данные, говорят, производственные технологии сводятся к тому, чтобы вино максимально обесцветить и максимально ободрать с него ароматику. Для этого используется оклейка бентонита и используется активированный уголь. Для приготовления вермута нам понадобится настойка трав. Мы можем ее сделать самостоятельно, либо купить готовую травяную смесь и по инструкции настоять в магазинах, специализированных продаются под мартини, там еще, наверное, какие-то варианты, то есть, если задаться целью поискать, все это можно найти, готовая трава смеси, там есть инструкции, есть и объемы для расчетов, то есть, все это можно найти. Но если мы хотим поэкспериментировать, создать свой авторский рецепт вермута, то это тоже приветствуется. Значит, основной компонент это, конечно же, полынь. Ну и много-много еще других трав. Каждая трава, вообще каждый, ну там не только травы, там могут быть и специи, каждый вот этот компонент, он играет определенную роль. Одни компоненты, они дают основные там запахи, ароматы, другие компоненты все это смягчают, третьи компоненты, они все это закрепляют. То есть, мы составляем, скажем так, из музыкальных инструментов целый оркестр, который будет играть на одно единое целое. Свойства трав я не буду сейчас вам описывать, это будет долго, я вам оставлю ссылку на статью, где вы все это сможете прочитать. Также я вам оставлю ссылку на свой личный рецепт вермута, но скажу, что полыни там много и получится так горьковато. Те, кто любит такие напитки, аперитивы типа компари, вот горьковатый, тем точно понравится, но остальные тоже можете поиграться, просто уменьшить количество полыней, либо, ну в принципе уменьшить, либо дополнить какими-то другими, более мягкими компонентами. То есть, часть полыни убрать, а тот вес, который освободится, дополнить, например, ромашкой или мятой. Эти травы, они более смягчающие. Где брать травы? Можно купить в аптеке. Вот часть у меня таких аптечных трав, да, часть есть заготовлены мной самостоятельно. Тут тоже, какие у вас есть возможности, к чему у вас есть доступ. Тут также на рынках, я уверена, что во многих городах есть бабушки, которые продают различные травки, тоже у них все это можно купить, в зависимости от того, что вам необходимо. И важный момент, от качества трав будет зависеть и качество продукта. Значит, сейчас я на весах взвешиваю все необходимые мне компоненты, и смотрите, еще какая штука. Ну, например, специи, да, они могут быть, вот у меня бадьян, он тут в целых цветочках таких, да, а может быть молотый в продаже. Что лучше брать? Если у вас есть дома хорошая кофемолка, то лучше берите цельные вот эти штучки, потому что вы их свеже смелите, и они будут более ароматными. Если вы сразу возьмете в порошке, то, ну, аромат может быть несколько слабее. А если у вас, например, кофемолки совсем никакой нету, измельчить не на чем, то тогда все травы мы берем в максимально измельченном виде. Еще очень важный момент, если вы в состав берете ваниль, ни в коем случае не покупайте ванильный порошок, потому что ванильный порошок, там часто ванилин бывает синтетический, очень такой, ну, он вам может просто все испортить. Купите ваниль в стручках, вот в таких штучках она продается. Ну, только что надо будет, конечно, измельчить. То есть, если измельчителя никакого нету, то от ванили придется отказаться. Еще один важный момент. Если у нас травы вот такие в листиках, и они немножко отсыревшие, то есть они вот в руках особо не крошатся, то их будет достаточно тяжело молоть. Соответственно, вот в отельную мисочку сложили, и буквально на чуть-чуть в духовку поставили минут так, ну, на несколько, чтобы травки подсохли, и они вот так вот легко даже в руках крошились. Тогда вам будет и легко их смолоть до мелкой фракции. Теперь наша задача травы максимально измельчить. У меня кофемолки нету, поэтому я использую вот такую вот мясорубочку от блендера, тоже очень удобно. Травы я перемолола, ну, там кое-где остались палочки от тысячелистника. Тысячелистник у меня покупной, поэтому там уже никак я не могла ничего с ним поделать, какой есть, такой есть. А мои травы, я думаю, что вы заметили, что я снимала с них листики, а веточки откладывала отдельно. Ну, как смололась, так смололась, конечно, была бы кофемолка, было бы лучше, мельче, и вы стараетесь молоть как можно мельче, но если уже совсем не получается, то максимально возможно. Теперь мы засыпаем все это в какую-то емкость, бутылку, и заливаем водкой либо спиртом. Пропорция 1 к 10, хорошенько у меня по бутылке там все это размазалось, встряхиваем, ставим в темное место на 14 дней. И каждый день, не ленимся, взбалтываем для лучшей экстракции. Можно ли использовать спирт? Да, конечно, можно. А в советской литературе можно встретить такие рекомендации, что травы в соотношении 1 к 10 заливают 70% спиртом, 14 дней наставят, после этого процеживают, сливают, гущу заливают еще раз водкой, в том же соотношении 1 к 10, наставят еще 5-7 суток, опять процеживают, фильтруют и оба настоя смешивают. Можно делать и так. Но смотрите, если мы хотим делать вермут сладким, то есть я люблю сухие варианты, я не добавляю сахара, ну мне так нравится, но многие знают, что вермут вообще напиток сладкий. И в вермуте сахар в определенной степени не может смягчать все эти ароматы, ну и тоже играть свою роль в этом всем оркестре. Так вот, мы помним о правиле Делли, о котором я говорила вам много раз, что вино будет стабильно при определенном соотношении сахара и спирта. Следовательно, если мы используем, например, водку 40%, либо чистый спирт определенного процента, нам считать будет проще. Если мы используем вот такое вот разведение, там спирт и водка, то считать нам будет сложнее. После 14 дней наша задача процедить хорошенько то, что у нас получилось. Берем любую удобную нам посуду, берем марлю, либо бинт в несколько слоев, но можно сделать два раза, можно один раз, допустим. Первый, чтобы самое густое снять, процедить через один, например, слой, а потом, ну, более уже тщательно. И все это процеживаем. Так, теперь можно это еще все хорошенько отжать. Аккуратненько наш бинтик сворачиваем, хорошенько отжимаем, а потом процеживаем еще раз. Наша задача получить наиболее чистый вот этот вот экстракт. Итак, несколько раз профильтровали, в идеале профильтровать до прозрачного состояния. Если нет терпения, не получается, все равно несколько раз через несколько слоев марли бинта мы прогоняем. Можно ватный диск туда постелить, через него прогнать. Но, смотрите, даже вот несколько раз, а у меня в крошечке все равно вот остаточек трав. Что делать? Залили в какую-то емкость, у меня это такая баночки, оставили на сутки-двое в спокойном состоянии. Вот это все осядет, а потом мы можем аккуратненько трубочкой, как обычно мы снимаем с осадка, снять вот эту вот прозрачную часть. Мой травяной настой несколько дней еще отстоялся, стал прозрачным. Если вдруг вам сложно довести его до идеальной прозрачности, ничего страшного, потом оклеите все вместе с вином, чтобы убрать лишнюю муть. Теперь у нас начинается самое интересное. Значит, смотрите, вермуты, как правило, это напитки сладкие и крепленные. То есть, по-хорошему нам надо добавить спирт и сахар. Но вернемся к началу нашего разговора, когда я вам говорила о том, что на вермут мы можем использовать вот те вина, которые у нас не совсем получились. Как раз-таки они могли быть сильно спиртозные, как раз-таки они могли быть сильно сладкие. И в таком случае нам надо будет добавить фактически только вот эту травяную вытяжку. То есть, вот здесь вам надо будет самим подумать, какое у вас было сырье, и что именно нужно вам еще туда добавлять, либо не нужно. Что касается меня, лично моих предпочтений, я не люблю напитки сладкие, я не люблю напитки крепкие. И да, когда-то мартини бьянка мне очень-очень нравился, на сегодняшний день все, мне уже это невкусно, мне уже слишком сладко, мне хочется чем-то разбавить. Поэтому лично я вермуты делаю таким образом, что я добавляю только вот этот травяной экстракт, с таким расчетом, чтобы повысить спиртозность не больше, чем на 2 градуса, не больше, чем на 2%. Потому что я хочу чувствовать именно ароматы напитка, при этом, чтобы не было этого самого выпирающего спирта. Вы можете делать так, как хочется вам. Значит, что здесь важно? Вспомним наше любимое правило Делли, про которое я вам рассказывала много-много раз. Значит, для того, чтобы вино было стабильно, там должно быть определенное содержание сахара и спирта. 1% спирта 4,5 консервирующей единицы, 1% сахара 1, в сумме 80. То есть, отсюда мы считаем сахар и спирт. То есть, в идеале, для правильных расчетов, нам нужно знать все параметры вот этого нашего первоначального вина. Надо знать его спирт, надо знать уровень его сахара. Если мы делали все нормально, то у нас эти данные есть. Как правило, это сахар 0, спирт в районе 12. Но если у нас что-то пошло не так, мы по рецепту где-то там сахар рассыпнули, он уже у нас есть, вино слишком сладко, то рассчитать это все достаточно сложно. Что делать в таких случаях? В таких случаях делается просто на ваш вкус. Но помните, что вино может быть нестабильным, поэтому потом его желательно пастеризовать, чтобы оно у вас хранилось. Вот это самое простое. Значит, если нам нужны, мы знаем параметры нашего вина, оно у нас сухое, знаем приблизительно сколько там спирта нам нужны, расчеты, то я вам оставлю ссылку на все эти расчеты, чтобы не занимать сейчас много времени на это. Сможете все посмотреть, там я писала с примерами. Значит, если мы решили, что нам надо все-таки добавлять все компоненты в сахар, нам надо добавлять спирт плюс наш травяной настой, в каком порядке мы это делаем? Сначала добавляется сахарный сироп. Как его готовить? Он готовится на этом же вине, когда мы отливаем определенное количество, добавляем определенное количество сахара, растворяем, только после этого помещаем в общий объем. Дальше мы добавляем спирт, либо водку, в зависимости от тех расчетов, в той пропорции, которая нам нужна. И последним мы добавляем травяной настой. Значит, если вы хотите экспериментировать с какими-то собственными рецептами, с собственными сочетаниями трав, то моя рекомендация, потом тоже вино это вносите в разных пропорциях. Там 10 мл на литр, 20 мл на литр, к примеру, да, записывайте и потом пробуйте, какой из этих вариантов вам больше всего нравится. Литературные данные говорят о том, что вносят до 3% вот этого самого травяного экстракта, то есть это 30 мл на литр вина. Так, здесь у меня нужное количество травяного настоя и я заливаю его в емкость с моим вином. Только если особенно вы экспериментируете, записывайте. Обращаю внимание, что при этом происходит. Все помытнело. Не пугайтесь, это нормально. Все, перемешали. Потом оно либо осветлится само, либо мы поможем оклеим, потому что все равно у нас стоит трав, то есть есть определенные вещества, которые вызывают вот эти самые помутнения. Это нормально. Что мы делаем с этим теперь? На самом деле тоже литературные данные очень разные. Кто-то рекомендует в тепло, кто-то рекомендует в холод. Мы следуем тому, какие возможности у нас есть. Если у нас есть возможности убрать в холод до минус пары градусов, то мы убираем дней на 10, а потом постепенно переводим в комнатную температуру. Если такой возможности у нас нет, но, например, у нас есть погреб, относим в погреб, пусть оно будет там при температуре градусов 10-12. Если такой возможности у нас тоже нет, у нас есть только городская квартира, например, значит, оставляем в городской квартире при комнатной температуре. И раньше, чем через месяц, мы его не трогаем. Конечно, вам наверняка захочется попробовать. Буквально сразу. Так вот, сразу то, что вы попробуете, будет бяко. Вам будет казаться что-то, что-то горькое, что-то, что-то вообще такое непонятное, непонятное. Именно поэтому мы оставляем хотя бы на месяц. За это время все вот эти ароматические компоненты, они между собой притрутся, они вступят в нужное взаимодействие, вкус смягчится, получится более нежный, более приятный и более для нас понятный. Поэтому хотя бы месяц нам надо будет подождать. И по истечении этого месяца мы смотрим на прозрачность. Надо нам будет оклеивать, либо оно само осветлится. Если оно само не осветлится, значит, в тот момент, можно недели через две уже оклеить, в принципе. То есть оклейку можно сделать достаточно в скором времени. Ну, если мы, например, немножко ленимся, то можем на месяц оставить, после этого уже оклеить, если в этом будет необходимость. И напоследок еще пару важных моментов. Какой бы рецепт вы не использовали, есть вариант, что он вам не понравится, ввиду того, что даже самый лучший подбор компонента трав в сочетании, например, с вашим вином, в сочетании с вашим содержанием там спирта, сахара, кислот и всего остального, может вам не подойти. Потому что вкус у нас тоже у всех разный. Поэтому пробуйте на малом количестве. Поставьте сначала одну бутылочку, две бутылочки. Маленькие. Да, вот у меня вот это вот, я экспериментирую, у меня пол-литровые бутылки. Вот я их две поставила. Да, можно было бы даже, например, две поставить, и в них разное количество поместить травяного, вот этого экстракта. И потом сравнить, какой из вариантов мне будет больше нравиться. То есть, любой вариант, который вы хотите сделать, чей-то рецепт, даже готовый, если вы покупаете травосмесь, попробуйте на малом количестве. Не надо сразу применять ко всему. Потому что, ну, по какой-то причине, из причин вам может не понравиться. По абсолютно любой. А так, попробовали? Да, процесс длительный, процесс долгий. Но вы точно сможете убедиться, что вам нравится, что вам не нравится. Можете даже по 200 миллилитров маленькими количествами разлить, несколько разных вариантов, 5, даже 10. И потом выберите из них лучшее, то, что вам наилучше подходит. И тогда уже поработайте со всем объемом. Такой вариант будет гораздо лучше, чем если вы примените ко всему, а потом получите не то, что вам бы хотелось в итоге. Вот здесь очень важно, как раз-таки набраться этого самого терпения. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение. Под видео, нажав кнопку «Еще», я, как обещала, оставляю вам ссылки на статьи по вермуту, на свой авторский рецепт вермута, на все расчеты. Также оставлю ссылку на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!